Буквально через пару минут эти два шеф-повара сойдутся в кулинарной схватке. Ну а рассудит их ульяновский зритель. Тыквачино и сырбирск. Именно этими блюдами с замысловатым названием повара Кристиан Лоренцини и Антон Тихий удивляли вкусовые рецепторы местных жителей на финальном этапе съемок передачи «Повара на колесах». Приготовленные исключительно из местных фермерских продуктов, кулинарные шедевры не смогли оставить никого равнодушным. В основу чизкейка сырбирск, именованного производной от бывшего названия города Симбирск, вошел местный фермерский сыр и многосоставной соус из манго, алычи и черешни. А в качестве мучной базы шеф-повар использовал печенье савоярди. Савоярди мы блендировали, а потом добавили масло фермерское, топленое. И из этого получилось печенье, которое на основу чизкейка. Ну, вы рассчитываете, что ли янца понравится? А я думаю, да. Шеф-повар Антон Тихий держал удар тыквенным крем-супом, который в знак уважения к своему сопернику назвал на итальянский манер «тыквачино». А я решил приготовить в плюс 25 горячий суп. Как вам день? Нормально? На самом деле я сделал тыквенный суп с капучино из бекона жареным. Все продукты купил на вашем рынке. Хорошие, свежие, классные. Прежде чем накормить ульяновцев, столичные гости совершили небольшой тур по знаковым местам города и области. Посетили местные фермы, где, к слову, и закупили с основными ингредиентами для будущих блюд. Наша задача, конечно же, привлекать в регион максимальное количество федеральных телеканалов, освещать максимально широкому кругу лиц информацию о красотах нашего региона и о возможности здесь хорошо отдохнуть. Поэтому все возможности и федеральных каналов, и частных каналов, и блогеров, и сообществ различных, мы, конечно же, будем все эти инструменты использовать. Повара на колесах – полюбившиеся телезрителю передачи, в которой звездные шефы отправляются в гастрономическое путешествие по России. Безусловно, одна из главных задач съемки – показать регион, а вместе с ним и его жителей, которые, стоит отметить, четко следуют установкам строгого режиссера. Мы хотим, чтобы вы все попали в программу, но эфирного времени немного, поэтому давайте победить сильнейший, а мы все вместе с ним красиво про Ульянов. Договорились? Да! И по три, договорились? Да! Вот, вот так вот мне надо. Готовность, камера, мотор. И вот уже повара приветствуют своего зрителя. Супер! Мы тоже готовы вас накормить! Буквально пару мгновений, и кулинарные гуру готовы представить на суд свои творения, которые, по словам дегустаторов, могут смело соперничать с блюдами высокой кухни. Я даже не представляла, что может быть такой нежный сыр в сочетании с фруктами, с нашими, которые растут в любом и каждом саду и огороде. Ну, это русское, итальянское блюдо, приготовленное русским поваром. Я думаю, в Дон Корлеон бы оценить. Оценить створение столичных поваров пришли даже представители местной администрации. Глава города Александр Балдакин лично поприветствовал гостей и преподнес им в дар один из культурных кодов нашего региона – симбирцитовый камень, который пополнил большой список подарков от ульяновцев. Однако больше всего места в своих чемоданах повара отвели для наиболее полюбившегося за время пребывания в Ульяновске продукта. Да, нам подарили сыр, где мы были на ферме, и я с удовольствием буду в Москве, там, танцы. Мы вместе, когда вернемся в Москву, будем вместе там собираться и готовить этот прекрасный сыр вообще. Повторить маршрут съемочной группы передачи повара на колесах и попробовать приготовить изысканные блюда по рецептам столичных поваров ульяновцы могут уже сейчас. Ну а узнать, кто же все-таки одержал победу в этом кулинарном противостоянии, телезрители смогут 28 мая на Первом канале.